МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но только 100 человек, представляющие 47 вузов, прошли в финал. Финалисты получили усложненные кейсы всего три часа на их решение. Задание заключалось в том, чтобы проанализировать туристический поток и предложить стратегию развития в определенных городах и регионах, которая позволила бы привлечь 10 тысяч новых абонентов. Но когда я разговаривал с менторами, мне сказали, что если результатом нашей работы окажется то, что мы не сможем никогда в жизни привлечь 10 тысяч новых абонентов, это им тоже понравится. На защиту каждой команде отвели ровно 12 минут. За это время необходимо было доказать не только уникальность решения, но и возможность его практической реализации. Важно, чтобы в проекте были партнеры. Не только полученные знания и навыки помогали ребятам в работе. Очень важно было грамотно распределить обязанности в группе и представить яркую и точную визуальную часть. Три оставшихся человека, включая меня, думали о том, как же все-таки привлечь, какие каналы коммуникации пользоваться, чтобы достичь результата. Ну и, как мне кажется, очень важно, чтобы в команде был человек, который отвечает за презентацию именно один. Потому что когда выступают люди и просто каждый свою часть ставят, это получается не очень, а когда один человек делает всё от начала до конца, это просто отлично получается. Принять участие в Олимпиаде могли студенты старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также выпускники 2022 года по направлениям инженерное дело, IT, бигдата, финансы, маркетинг или менеджмент. 30 победителей получили возможность пройти ускоренный отбор на стажировку и попасть в кадровый резерв компании «Мегафон», а также денежные призы. В командном зачёте первое место заняла команда «Сега Мега Драйв», второе – команда «Они» и третье – команда «Триста». Призёрами в индивидуальном зачёте стали 12 человек. Каждая из команд финалистов решила задачу разными способами, но каждая решила по-своему и интересно. И я надеюсь, что те, кто пойдёт на работу в компанию «Мегафон», принесут нам новые тарифы, новые идеи. Я ещё раз говорю, на своих машинах мы почувствуем, как меняется качество всех городов, за которые вы будете отвечать. А те, кто решит продолжать учиться дальше, для кого может быть менеджер, станет той интересной дисциплиной для дальнейшего изучения, приходите к нам в высшую школу менеджмента Олимпиаду для первых в этом году посвятили двум важным датам. 30 лет назад, в 1993-м, были основаны высшая школа менеджмента и компания «Мегафон». Олимпиада – это событие федерального масштаба. Пользу от неё ощущают не только участники, но и организаторы. Ведь для университета и её участники – потенциальные абитуриенты, магистратуры и аспирантуры, а для «Мегафона» – потенциальные сотрудники. На самом деле, проект работает на улучшении имиджа телеком, компании, что телеком, на самом деле, очень сильно вырос за последние годы с точки зрения технологий, с точки зрения менеджерских подходов. Плюс, конечно же, мы хотим создавать возможности, площадку для общения талантливых студентов с лучшими работодателями страны. И вот поэтому, да, вот получился такой проект. Поэтому будущим участникам советуем заглянуть на сайт проекта уже сейчас. Здесь вы найдёте и положение о конкурсе, и кейсы Первой Олимпиады. Мария Полухтина, Астасия Маханёва, Медиа-центр, СПБГУ.